Салом 145 Хвали душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Пророк начинает этот салом тем, чем кончил предыдущий, хвалою и словословием. Это немало способствует очищению души. Хвалю же, как я неоднократно говорил, он называет хвалою прославление посредством дел, как и Христос говорит, так да просветится свет ваш пред человеками, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Так же и Павел, прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. 1 Коринфянам 6.20 И как в предыдущем псалме, пророк говорит, на всякий день благословлю тебя, так и здесь пою Богу моему, доколе есть. Потом опять, желая сделать других людей участниками в словословии, он начинает повествовать о человеколюбии Божием, говоря и пламенея любовью, обозревая всю вселенную и приглашая всех в хор свой. Действительно, и это составляет великую хвалу и величайшую славу для Бога, когда он призывает многих быть участниками его спасения. Стих 3. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Пусть выслушает это увещание совет те, которые надеются на человеческое покровительство, непрочное и неверное. Что значит, в которых нет спасения? Они, говорит, невластны в своем собственном спасении, не могут покровительствовать даже самим себе. Когда придет кончина, они будут лежать безгласнее камней. Это означает и следующее слово. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Смысл этих слов следующий. Кто не может защитить самого себя, тот как может спасать других? Нет ничего слабее и ненадежнее такой надежды. Это показывает самые дела. Павел, беседуя о надежде на Бога, сказал, а надежда не посрамляет. Не таковы дела человеческие. Они слабее тени. Не говори мне, что такой-то человек начальник. И начальник в этом отношении не имеет никакого преимущества перед обыкновенным человеком. Он подлежит такой же неизвестности. Даже если можно сказать нечто удивительное, потому особенно и не должно надеяться на него, что он начальник. Такая власть весьма непрочна. Если он не падает, то бывает склонен к гневу. И пользуется своей властью неблагонамеренно. Как будто он не должен будет отдать отчет тому, кто принимал от него обет. Если же он будет благонамеренный, то тем скорее в сравнении с частными людьми может подвергаться падениям, чем большими многочисленнистами бывает окружен кознями. И тем легче он может быть уловлен. Тем больше людей, строящих ему козни. Что значит телохранители? Что значит многочисленные стражи? Итак, кто в благоустроенном городе не может поручиться даже за собственное тело, но находится в таком тревожном состоянии, как будто находится среди неприятелей, тот как может спасать других? Кто во время мира боится больше находящихся на войне, тот как может других утверждать в безопасности и избавлять от опасности? Многие сами по себе могли бы жить в безопасности, но погибли именно от того, что надеялись на таких людей. Когда эти последние падали, то они не извергались вместе с ними. Для других самые стражи делались предателями. Впрочем, пророк, оставив все это, потому что многие избегали подобных случаев, указывает на то, что не подлежит сомнению на смерть. Если даже, говорит, все будет у тебя идти благополучно, если он будет доброжелателен к тебе, благосклонен и готов на воздаяние, то окончив жизнь среди обещаний, он оставляет тебя с пустыми надеждами, потому что ему не достало жизни для исполнения обещания. Если же он даже не имеет достаточно жизни для исполнения обещания, но жизнь его прерывается прежде исполнения, то ты прибегаешь к ненадежной помощи. Или вы не знаете, что так случилось со многими, и когда падал покровитель их, они, лишившись помощника, терпели от этого большее падение. На что я говорю о непрочности и неисполнении обещаний, когда недолго остается и сам виновник их, и возвратится, говорит пророк, в землю свою. Если он погибает, то тем более обещания его. Потому пророк и прибавляет, что день погибнут все помышления его. Выражая, что не только обещания его не достигнут исполнения, но погибнет и сам обещающий. Что же затем он делает? Отклонив надежды человеческие, он указывает безопасную пристань и несокрушимую крепость и предлагает совет. Это и есть превосходнейший способ увещания отклонять от слабого и приводить к твердому, уничтожать ложное и представлять истинное, обличать вредное и показывать полезное. Блаженкому помощник, Бог Яковлев, у кого надежда на Господа, Бога его. Видишь ли важность совета и увещания? Под именем блаженства он разумеет все блага и показывает безопасность этой надежды. Назвав блаженным надеющегося на Бога, он говорит потом о силе помощника, объясняя, каков человек и каков Бог. Тот погибает, а этот пребывает. И не только сам пребывает, но и дела его. Потом он и присовокупляет сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность. Если же дела его постоянные, то тем более сам он неизменяем и всемогущ. Самые дела его доказывают его силы и то, что он таков. Но если он при неизменяемости всемогуществе не желает, многие неразумные говорят это. Но смотри, как пророк уничтожает такое сомнение, сказав сотворившего небо, землю, море и все, что в них, он присовокупляет. Творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников. Смысл слов его следующий. Том и состоит дело Божие, обыкновенное и особенно ему свойственность, чтобы не оставлять без внимания обижаемых, не проходить мимо притесняемых, подавать руку помощи тем, кому строятся козни, и это постоянно. Поэтому он говорит вовек, указывая на это и не только на это, но и на то, что следует далее. Стих 8-9. Господь открывает очи слепым, Господь восставляет сагбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Видишь ли, как он всяким образом доказывает, что промышление Божие простирается на все, что его дело избавлять от бедствий, утолять голод, освобождать от уз. Впрочем, это отчасти могут делать и люди, но следующее – нет. Он исцеляет, говорит, слепоту, восстанавливает падших, прославляет сияющих добродетелью, спасает беззащитных, утешает и ободряет скорбящих и бедствующих от сиротства и вдовства. Потом, сказал, любит праведников, показывает, что Бог многим помогает, даже за одно только несчастье. Так алчащих он питает, потому что они алчат, хотя в этом нет добродетели. Связанных разрешает, потому что они связаны, хотя и это не добродетель, а несчастье слепым дает зрение по причине слепоты, хотя и это не заслуга, а несчастье. Равно как и расслабление, и странничество, и сиротство, и вдовство. Если же он помогает находящимся в несчастьях, то тем более подвязающимся в добродетели. Итак, если он и может, и хочет, и все дела его постоянны, если он и принимает добродетель, и милый за несчастье, то почему ты не оставляешь защитника ненадежного, слабого, тленного, и не прибегаешь к сильному, и непобедимому, который не укоряет за несчастье, но избавляет от них, и может сделать все, чего хочет. Посмотри, с какой точностью выразился пророк и в последних словах. Он не сказал, грешников погубят, но путь их, то есть дела их. Бог не отвращается от существа, но ненавидит пороки. Их 10. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой сион в роды и роды, аллилуйя. Если же он царствует постоянно и пребывает вечно, то не должно сомневаться. Но если он не сделал воздаяние здесь, то отлагает его до большего воздаяния. И так, не будем смущаться и беспокоиться в искушениях. Если мы не тотчас получаем избавление от них, но предоставим время избавления самому Господу, и когда совершим что-нибудь доброе, не будем тотчас же требовать воздаяния, но также будем полагаться на его волю, потому что если он откладывает, то после делает большее воздаяние. Будем же благодарить его за все и постоянно воссылать ему хвалу. Таким образом, и настоящую жизнь мы проведем в великой безопасности и достигнем неизреченных благ, благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава с обезначальным Его Отцом и Животворящим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.